Сына и Святаго Духа Слово Святаго Иоанна Златоустова о детстве В продолжение Что я говорю о женах? И сами мужья жалким образом страдают от этого Кто живет умеренно, тот не боится никакой перемены А кто роскошествует в этой невоздержанной рассеянной жизни Тот, если ему придется по какому-нибудь несчастью Или принуждению подвергнуться бедности, скорее умрет Нежели вынесет такую перемену Как неприготовленный и непривыкший к этому Посему блаженный Павел и говорил Но таковые будут иметь скорби по плоти, а мне вас жаль Затем далее он говорит Время уже коротко 1 Коринфянам 7, 28-29 Как это? Может быть, скажет кто-нибудь относится к браку Даже очень относится к нему Если не ограничивается настоящей жизни А будущей Не будут ни жениться, ни замуж выходить Марка 12, 25 Настоящий же век приходит к концу И воскресенье уже при дверях То теперь время не браков и не приобретений Но скудости и всякого любомудрия Которое будет нам полезно там Как дева пока остается дома с матерью И много заботится о детских вещах и о лежащих в ящичке И поставленном ею в кладовой ключ сама держит при себе И всем распоряжается И столько заботится о сохранении малых и пустых вещей Сколько управляющие великими делами А когда нужно выходить замуж И время брака заставляет ее оставить родительский дом Тогда она, отрешившись от малого и ничтожного По необходимости, начинает заботиться Об управлении домом и множеством имуществ и рабов Об угождении мужа, другом важном более прежнего Так и нам, достигающим совершенного и мужеского возраста Должно оставить все земное Это поистине детские игрушки И помышлять о небе, блеске и всей славе тамочной жизни Ибо мы обручены жениху, который желает от нас такой любви Чтобы мы для него отказались, если нужно Не только от малозначительных и ничтожных земных благ Но и от самой души Итак, если нам должно отправляться туда Отрешимся от этих ничтожных забот И переходя из бедного дома в царский чертог Мы не стали бы заботиться о глиняных сосудах Дровах, рухляде и других бедных домашних вещах Перестанем же теперь заботиться о земном Время уже призывает нас к небу Как и говорит Блаженный Павел в послании к римлянам Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали Ночь прошла, день приблизился Римлянам 13, 11, 12 И еще Время уже коротко Так что имеющие же он должны быть, как не имеющие 1 Коринфянам 7, 29 К чему же брак для тех, которые не будут наслаждаться браком Но будут наравне с безбрачными К чему деньги, к чему имущество К чему все житейское, когда пользование им уже неблаговременно, несвоевременно Если те, которые должны явиться в наше судилище Подвергнутся ответственности за свои преступления При приближении назначенного дня отказываются Не только от жены, но и от пищи, и питья, и всякой заботы Думают об одном только оправдании То тем более нам имеющим Представить не пред каким-нибудь земным судилищем Но пред небесным престолом Чтобы отдать отчет слова О делах и помышлениях Должно отрешиться от всего и от радости От печали и по настоящим благам И заботиться только о том страшном дне Если кто, говорит, Господь, приходит ко мне И не возненавидит отца своего, матери, жены, детей, братьев и сестер А при том и самой жизни своей тот не может быть моим учеником И кто не несет креста своего, идет за мной, не может быть моим учеником Лука 14 глава 26-27 стихи А ты беспечно предаешься привязанности к жене, смеху, наслаждению и роскоши Господь близко, не заботьтесь ни о чем Филиппийцам 4.6 А ты беспокоишься и печешься о деньгах Наступило небесное царство А ты занимаешься домом, пиршествами и другими удовольствиями Проходит образ мира сего 1 Коринфянам 7.31 Для чего же ты мучаешься мирскими делами Непостоянными, но скоро приходящими Не заботясь о постоянном и неизменном Не будет ни брака, ни мук рождения Ни удовольствия и совокупления Ни изобилия денег Ни заботы о приобретении Ни пищи, ни одежды Ни земледелия, ни мореплавания Ни искусства домостроительства Ни городов и домов Но некоторое иное состояние, иная жизнь Все это немного спустя погибнет Это означают слова Приходит образ мира сего Зачем же мы, как бы намереваясь оставаться здесь на все веки С таким усердием заботимся о делах, которые мы часто должны оставлять раньше наступления вечера Зачем мы избираем тягость в мою жизнь, когда Христос призывает нас к спокойной Я хочу, говорит апостол, чтобы вы были без забот Неженатый заботится о Господне 1 Коринфянам 7.32 Почему же ты желаешь, чтобы мы были без забот Сам налагаешь на нас так новую заботу Это не забота, равно как и скорбь по христинию И скорбь не потому, чтобы здесь изменялась природа вещей Но потому, что добровольность, переносящая все это, с удовольствием побеждает самую природу Кто заботится о том, чем он не может наслаждаться долгое, частое и короткое время Тот справедливо может назваться заботимся А тот, кто может собрать плодов больше своих забот Совершенно справедливо может считаться в числе не заботишься Кроме того, между той и другой заботами такое различие, что последнее в сравнении с первой даже не может считаться заботою Столько она легче и удобнее той Все это мы выразили предыдущими словами Неженатый заботится о Господне, как угодить Господу? Женатый заботится о Мирском, как угодить жене? 1 Коринфянам 7.32 Но последний проходит, а перво остается Разве это одно недостаточно показывает превосходство детства? Насколько Бог выше мира, настолько забота о нем лучше мирской Почему же апостол дозволяет брак, который связывает нас с заботами, отвлекает от духовного? Потому, говорит он, я и сказал Так что имеющие жен должны быть, как не имеющие Чтобы уже связанные или имеющие быть связанными каким-либо другим образом ослабили свои узы Если нельзя разорвать уже надетые узы, то сделай их более сносными Ибо возможно, если мы захотим освободиться от всего излишнего и не навлекать на себя по собственной беспечности забот еще больше Чем сколько их приносит самое дело Продолжение следует Продолжение следует